Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй! Сегодня мы посмотрим игрульку, которая называется Умри за Вальгалу! Так, давайте выберем ячейку, наверное, первую. Так, погодите секунду, что-то там вроде бы уровень сложности был, да? Ладно, фиг с ним. Зима-лето, лето-осень, весна. Ну, давайте возьмем лето, я не знаю, как это на нас кажется. Туториал. Ну что, давайте, наверное, мы начнем с обучения, как всегда, чтобы знать азы. А то, мало ли, что пропустим, потом будем сами себя винить в этом. Кто это у нас вообще, что за призрак-то? Ха, непонятно пока. Нажми Х, чтобы атаковать. Ага, понятно. Ну, а это обычная атака, как всегда, по стандарту. Или Ю. Ага, есть другой вид атаки. Бегите или спасайтесь. Ага, это на Б. Помните, в мире смертных вы можете умереть. Вы можете контролировать предметы. Угу, надо нажать на А. Ха, просто взяли и сломали бочку. Чтобы выйти из предмета, нажмите стик правый. Так, подождите. Ах, вот оно что. Ребят, наверное, нужно несколько раз нажимать. Вот. Ха, понятно теперь. Ну, давайте тогда отсюда выбираться. Чтобы выполнить свою задачу, используйте героев из Вальхаллы. Ну, давай возьмем вот этого, пожалуй. Опа. Ха-ха. Они могут прыгать. Кнопочка А. Так, атака Х, убегать. Ну, в общем, ребята, все понятно. И защищаться на ЛБ. Вот, это у нас такая защита, да? Прикрывается топориками. Ну, что же, в принципе, все понятно. Это сферы славы. Именно слава делает из викингов героев. Угу. Так, а это что такое? Благословление Одина делает из викингов величайших героев. Находясь под влиянием, благословение нажмите РБ. Ага, это массовый удар у нас. Нажмите правый стик, чтобы отослать викинга обратно в Вальхаллу. Викинг потеряет всю свою славу, но иногда она вам понадобится. Так, ну что же. В принципе, наверное, валькирии могут пасть от меча. Валькирии смертные существа, так что будьте осторожны. Так, я не могу понять. У нас, получается, валькирия главный персонаж? Ха-ха, кустик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, за этими кустами прячется враг. Вызови викинга из Вальхаллы и добудь славы. Так, где он тут у нас? В кустах, что ли, прячется? Ха-ха. Ну, давайте разбомбим все кустики и посмотрим, где он тут, этот хлыщ. Пока что-то я никого не вижу. Так, погодите-ка. За этими кустами. Блин, это получается, что нам надо идти дальше. Ё-моё. Неправильно понял. Гном-воин. Он такой зелёный. Откуда столько зелени? Это разве гном? А кто тогда я? Ха-ха-ха. Действительно, гномы почему-то зелёные. Это какие-то зомбо-гномы. Победа. Так, это что у нас такое? Давайте собирать. Успеем всё собрать. Ну, бутылочка какая-то. Напоминает мне графику чем-то из игры Дон Старвы. Ну, что же. Достижения открыли. Не трогать. Ну, что же. Обучение мы с вами прошли. Давайте, наверное, уже пойдём на уровень. И будем смотреть. О, благородные валькирии, услышьте мой зов. Придите ко мне. Ха-ха-ха. Кто-то морёт, а. Ну, что же. Давайте. Уже началась у нас игра. И будем с вами смотреть, что она из себя представляет, ребят. Пока всё довольно тихо, мирно. Никого не видим. Бьём бочки, в которых вылетают сердечки. Гном копейщик. Оно куда длиннее, чем я думал. Так, хорошо. Ну-ка, давайте-ка его немножко кумарнём. Замечательно. Ага, выпадает слава нам. За побеждённых врагов. Ну, давай, лопухи, иди сюда. Сынули какие-то просто-напросто. Чё я могу сейчас сказать? А у меня, получается, всего две полосочки здоровья. Как-то маловато будет. Или три. Как-то странно тут сделано. Непонятно. Гном-траппер. Говорят, это ловушка. Ну и что дальше? Траппер. Ха! Ах ты! Два траппера. Они ставят ловушки, ребят, смотрите, перед собой. Вообще они ставят ловушки. Не только перед собой. Ну и, естественно, я в них могу попасть. Всё равно лопухи. Хе-хе-хе. Оп, сердечко подобрали. Ага, всё у нас пока хорошо. Так, иди сюда. Обычный гном. Зелёный. Так, опять траппер. Ну и давайте его накумарим. Чё нам терять-то? Всё, готов. Траппер. Ха-ха-ха. Блин, я не могу понять, почему зелёные гномы, а? Причём какие-то кривые, хромые. И чё я им в конце концов сделал, а? Причём здесь вальхала и гномы. Да. Ладушки. Продвигаемся. Слушайте, смотрите, сколько здесь над гроби находится. Достаточно много. Так, траппер, ты куда пошёл? Главное, мимо меня пробежал, да? Лопушок. Слушайте, ну, вторая атака мне не очень нравится. Время ярости. Хотели добавки, получайте. Я вообще-то ничего не хотел. Ха-ха-ха. Ну, раз вы даёте, мы её с благородностью примем. Так, успокойтесь. Ещё какое-то достижение открыли. Так, ребята. Я так понял, у меня подбили. Персонажа надо срочно выбирать другого. Шикарно. Мы возродились. Теперь понятно, для чего здесь над гроби эти все находятся. То есть это, грубо говоря, как дополнительные наши жизни. Так, поехали. В принципе, ничего пока сложного нет. Вообще. Я не знаю, будут ли у нас тут какие-нибудь комбинации или суперудар. Ну, суперудар-то есть один. Но нужно очень много славы для этого. И я, честно говоря, не знаю, оправдывает ли он себя или нет. Но, по крайней мере, бочки крушатся на ура. Так, траппер, ты тут, по-моему, всё своими этими ловушками заложил. Гадёныш, а? Нет, чтоб ко мне шёл. Куда он там? Смотри, встал, да? Среди ловушек и никуда не идёт. Гадёныш хочет, чтобы я к нему подошёл. Ай, как бы мне так... Вот, давайте вот здесь. Хе-хе. Не на того напал, огурчик. Ну что же, продвигаемся с вами далее. Где враги? Врагов не вижу. Вот, появились, наконец-то. Копейщик тут никчёмный. Ещё один выбежал. Ну, по крайней мере, я их разбираю. Без всяких там... Правда, честно... Так, опять время ярости, опять волна, да? Куда там бежишь, траппер? Я тебе не позволю выставлять тут свои капканы. Оу, ребят, что-то их тут... Много уж больно стало. Это хорош. Хе-хе. Ладно, ребят, если что, у нас здесь есть надгробие. Надеюсь, успеем рисануться. Так. Отлично. Победа. Собираем, собираем всё. Это у нас слава. Если честно, я пока не... О, смотрите-ка, у нас появился шлем какой-то. И уровень у нас пройден. Почему лето? Что это даёт? Может быть, мы только летом будем с вами ходить? Никакой зимы? Это, видимо, да. Время года. О, что такое? Нас вызвали. Мне нужно собрать своих сестёр валькирий. Но... У нас ещё мало опыта. У тебя даже настоящего имени нет. Валькирия может заработать имя, только совершая подвиги. Иди и покажи себя. Пусть тот, кто был никем, станет героем. Это я-то никто. Иди отсюда. Валькирию мы должны спасать. Опа! Улучшить. Давайте-ка глянем, что это значит. Просто здоровье. Когда числа важнее слов. Плюс 50 к хп. Надгробный камень вашего викинга появляется на поверхности. Отталкивает врагов. Тут то же самое, только отравляет. Так, собрав 5 рун одного типа, вы получаете плюс 10 к этой характеристике. Если рядом 3 более врагов, вы наносите на 50% единиц больше урона. Давайте это возьмём с вами. И РБ, ЛБ. Ну, давайте перемотаем, посмотрим, что у нас тут дальше. Ээээ... Выбрать руну и нажать А. Хорошо. Так. Подождите, ребята. Нужно здесь завершить вначале всё. 10 к здоровью. 10 к духу. И опять здоровье. И защита. Плюс 10. И опять здоровье. Всё, да? Больше ничего не можем изучить. Ладно. Больше здесь ничего нету. Так, ну что же, продолжаем. Идти нам некуда. Тогда здесь и будем с вами разбираться. Главное, что можно поменять масштаб. Ну и, естественно, начнём проходить. Ого, вот так шлем. Где ты его взял? Сам не знаю. Просто как-то проснулся, а он тут. Но ты же знаешь, что на самом деле на шлемов у викингов не было рогов. С чего вдруг? Зашибись, да? Чувачка за что-то грохнули. Да, викинг у нас беспредельщик. Ладно, ребята. Двигаемся с вами дальше. По-моему... По-моему... Оу. Ребята пожаловали. Слушайте, ну вроде бы как посильнее мы стали. Да, это чувствуется. Или враги послабее. Или я просто уже не боюсь никого. И начинаю тут разборки по-чёрному. Но даже траппер ничего не успевает сделать. А мы собираем с вами славу. Кстати, слава нам нужна, как я понял, ещё для прокачки. Ну, где, где враги? Мне нужно больше врагов. Да, готов. Вот они, красавцы зелёные прибыли. Так, копейщики, да? Вот так, вдогоночку. Ага. Бандиты. Нет, горбун у нас какой-то. По-другому не назвать, потому что идёт как... Скривившись. Ну-ка. Ну, довольно как-то всё легко и просто. Я не знаю. Посмотрим, что будет дальше у нас. О, какой я попрыгун. Да, ну за это у нас, кстати, тратится выносливость. Она, как видите, у меня выше моих хп-шек. Ну, где остальные улки? Вот они. Что-то все какие-то враги однотипные. А, горбун прибыл. Со славой причём. У некоторых есть? А, нет, вообще-то у всех есть. Появляется почему-то она потом. Они идут вначале без неё. Так, опять этот дом, а? Ладно, это какая-то как застава, что ли. Ну, давайте будем здесь зачистку делать. Так, траппер. Достал ты уже на самом деле. И ты, горбун, тоже. Второй тут подоспел. И третий вон бежит. Всё. Траппер опять. Вообще, разбираю, даже не замечаю их, ребят. Просто сосунки. Так, копеечек тут вылез. Да сколько же вас тут, а? Ё-моё. Ага. Вот такой вот, ребята, был короткий уровень. Так, какой-то молоточек выпал. Посмотрим, для чего он нам пригодится. Ага, уровень пройден. Друг воина. Новое достижение у нас. Ну что же, улучшить сможем что-нибудь или нет? А? Да? Можем. И я, конечно же, буду улучшать. Так, что возьмём? Ммм. Неплохо. Так. Тоже вроде бы ничего так. Какую бы взять-то себе, а? Чтоб не прогадать. Выносливость, я думаю, нам не нужна. Так, оглушение тоже. А вот незадача. Даже не знаю, ребят. Давайте, может быть, вот это возьмём. Ага. Опять улучшение, да? Здоровье, силу. Ну и, как обычно, дух. Три параметра всего лишь здесь. Здоровье и дух. А, ещё хватает. Всё, ребят. Закончились у нас очки. Ну и продолжаем. Пойдём куда? Вперёд, назад. Так, давайте, наверное, вперёд всё-таки пойдём. Будем здесь разбираться. Так. Вот так повезло. Сколько славы разом. Перепрыгну через забор, и вся она будет моей. Невидимая стена. Да ладно. Перепрыгнуть просто не мог. Ё-моё. Невидимая стена. Да, там же забор был. Ну, идём, идём. Вот они. Опять те же самые упыри. Мне бы кого-нибудь новенького увидеть, а? Просто чикаем их даже без проблем. Такой игре, если честно, в пору быть на андроиде. Но никак не на ПК. Ага. Замечательно. Слушайте, а что это у нас? Ага. Суперудар накопился, да? Мы можем нажать РБ. И тогда тут всех зажарим. Ха-ха. Ну, неплохо. Но накопить на неё в следующий раз придётся очень долго и сильно постараться. Так, сердечки. Оп, все собрал. И вот наверху у меня какой-то параметр. Я даже не знаю, что. Плюс атака, видимо, наверное. Раз у меня мечики там нарисованы и плюсик такой. Время огня. Смотри под ноги. Так, я не понял. А что это он бежит весь огненный какой-то? Так, они все такие. Ага. Видимо, хотят меня поджарить. Ага. Не тут-то было. Главное, что разделались. Успели с ними справиться. Так, давайте этих теперь. Множественное убийство. Ну, двоих-то всего лишь чпокнули. Ёлки-палки. Разве это множественное? Слушайте, почему-то трапперы больше не ставят свои ловушки. Странно как-то, да? То бегали прям под ноги мне, блин, бросали. А тут нифигашечки. Что-то какие-то коросенькие уровни. Так, ребят, какая-то бутылка упала. Не понял. Яд. Меня отравили, что ли? Или это я могу отравлять? Немножко пока непонятно. Ну, главное, что очки копим. Слава, растет. Да, без улучшения, к сожалению. Так, ну что, заходим, наверное, с вами на этот уровень. Так, идем. Ого. Наконец-то ты здесь. Мне, моему миру, нужна твоя помощь. Нашим землям грозит большая опасность. Иди за мной. А это кто такой? Что за дух такой, блин? Непонятный. Куда за ним идти? Смотрите, сколько тут надгробий слаб. Медвежий капкан. Это ловушка. Ага, понял. Сейчас мы все это дело попробуем. Ха-ха. Да, ребят, смотрите, я могу отравлять. Слушайте, мне вот эта руна нужна. Оп. Подобрал. Причем без проблем для себя. Ой-ой-ой, сработал один капканчик на мне. Но, в принципе, не очень много хп отнял. Так что терпимо. Медвежий капканчик. Странная штука. Это что, скорпионы? Ну, честно говоря, не очень они похожи на скорпионов. Какие-то жуки. Странные очень. Причем крошатся просто на ура, ребят. Вообще. На них плюнешь, и они рассыпают. Большой гном-воин. Как он может называться гномом? Вот. Вот и я о чем, блин. Ты смотри-ка, ему пофиг на мой суперудар было. На. Гном, блин, большой. Хе-хе-хе. Так, ну что-то новенькое, по крайней мере, уже появилось. Гном-лучник. А потом не прострелили колено. Так, понятно. Идем типа по какой-то сказке. Хе-хе. Забираем здесь всю славу. Никому ее не отдадим. Так, а интересно, как мы будем собирать валькирий? Вот меня еще какой вопрос тут интересует. Наша миссия-то что, попасть в вальгалу или освободить ее? Как-то непонятно мне немножко. А это кто такой? Подожди-ка, подожди-ка. Это... Что за чувачок такой в синей шапке был, блин? Довольно крепкий малый. Но, тем не менее, я его разобрал. Да. Так, капканы. Аккуратненько. Смотрим. Опять этот гном большой. Псих какой-то. Пастуха какого-то мне напоминает. Слушайте, смотрите, ребят. Враги просто-напросто те же самые, но только они в улучшенных шлемах, я смотрю. Блин, еще и скорпионы приползли. Хорошо, отлично. Блин, главное, что у меня есть отравление. И они потихоньку от этого умирают. Да. Прошли якобы. То есть у меня, получается, скорость атаки улучшенная, или сила атаки, и отравление. Ну что же, это только нам на руку. И хотелось бы еще узнать, если мы, например, погибнем, у нас все это сбрасывается или же нет? Да хорош ты уже, горбон тут выреживаясь-то. Копейщик летит. Ага. Дудки. Так, скорпионы мелкие. Ой. Таких я могу пачками просто кромсать. Так, что-то мне не нравится это поле. Быстрота и смертоносность. Да, это было правильно сказано. Но большой гном, как видите, выдерживает. У него ровно половину здоровья отнимается. От яда умер. Но сразу он не погибает. А вот эти вот ребята уже усиленные у нас. Ну, я их всех поотравлял. Так, чтобы сейчас потихоньку они свое здоровье тратить. Так, скорпионы. Что-то со всех сторон прутут. Причем довольно их много. Ай, в капкан попал. Так, ребята, мне нужно сердечко где-то надыбать. Ай. Ай, не увидел. Блин, а тут негде. Ох, повезло. Вторая волна пройдена только лишь. А сколько здесь их будет? О, ребята, меня накрыло медным тазом. Срочно, срочно вызываемся. Хе-хе. Так. Тут еще время у нас идет. Отсчет. То есть я должен, наверное, успеть. Так, ладно, попробуем. Блин, что-то это викинша меня не устраивает. О, у нас появился шлем. Так, 23 секунды. Сейчас, 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 успеем. Так, третья волна пройдена. И еще одна. Ё-моё. И что будет, если время закончится? Так, 10 секунд. Да твянь ты от меня, блин. Гном перероса, блин. Иди вон, коров паси. Не, ну, на самом деле, как пастух. Ёлки-палки. В распашонке бегает тут еще мне. Бородач. Так, ребят, мало здоровья у меня. Ой, чувствую, сейчас плохо это все кончится. Ай-яй-яй. Черт подери. Так, валькирия, давай вызываем кого-нибудь новенького нам. О, наш старый воин вернулся. Да, ребят, смотрите, у меня нет ни шлема, ни всяких плюшек, ни отравления, ничего. Значит, получается, что теряем. Жаль. О, уровень прошли. Так, как эта бутылка. Сразу же у нас шлем появляется. Как бы вернулись к своим истокам. Это хорошо. Уровень пройден. Ладно. Пока вроде бы все легко, все понятно. Сила, которую я ощутила, она вышла откуда-то отсюда. Но откуда именно? Что, опять ты? Ну и молодежь пошла. Иди лучше посуду вымой. Таким манером ты никогда ими не заработаешь. Просто зашибись. Оскорбила нас и смылась. Так? Так у тебя еще нет имени? Ты что, валькирия-ученик? Тогда, возможно, мы сможем помочь друг другу. И если добьемся успеха, норны непременно тебя наградят. Если же нет, ну тогда я призову более опытных союзников. А теперь давай крушить чудовищ. Кто этот такой? Видишь эту пещеру? Мне страшно даже подумать, кто там обитает. Я лично никакой пещеры не вижу. Опа! Действительно, открылась какая-то пещерка. Ну что, ребят, давайте улучшим. Только вот что? Вот этот вопрос интересный, конечно. Я думаю, что, наверное, нам нужно улучшать здоровье. Хотелось бы, конечно. Плюс 50 к хп, я думаю, лишнего не будет. Ну и по стандарту, естественно, тут будем вот эти все здоровье, защита, атаку сделаем, дух и еще дух. А, вот так даже. Растем потихоньку. Так, 48 атаки у нас. Примерно столько же защиты. Ладно, ребят, давайте пойдем с вами уже в пещеру. И я думаю, будет там превосходно просто нам. Так, не все так просто. Я думал, что мы сразу там попадем. Ага, нам еще нужно дойти. А вы точно уверены? Кто первый? Храбрец? Ну и, естественно, я. Кто же первый? Стоят там все возле этой пещеры, тусуются. Нечего бздеть, как говорится. Так, это что у нас за бочки? Какие-то странные. Взрывная бочка. Ударил, отбежал и бум. Понял. Так, подождите, хочу проверить. Ага, работает, ребята, бочка-то. Причем довольно прикольно. Я могу с ними и так расправиться. И с помощью бочек. Выдвигаемся. Голубой гном? Голубой-голубой. Не хотим играть с тобой. Епас, это насмешили, блин. Голубой гном. Ай, блин. Прикол, конечно. Ладно, ребята, газуем. А это еще что? Какой-то оранжевый-желтый гном. Блин, скорпионы бегут там. Что это они там взрываются-то? Я не могу понять. А, в капкан. Понял, ребята. Снесло голову чувачку. Допрыгался за мной. Так, оп-оп-оп. Воу-воу-воу-воу. Заваруха-то. Слушайте, нужно их всех сейчас почикать. В капканы только, я смотрю, скорпионы у нас забегают. Или почему-то не хотят. Ать. Перепрыгнули. Ну давай, подбегай. Пожелтевший гном-переросток. Это как тот, ребята, помните? Самый первый в шапке-то пастух. Только здесь уже желтый. И такой же дурень. Так, поехали далее. Это мы... Все в пещере с вами находимся. Так. С этими я разберусь, пожалуй, и сам. Ничего тут страшного нету. Они всего лишь на один удар. Время ярости. Я никакой добавки не хотел. А, они, видимо, услышали, что я сказал, что здесь все легко и просто. И они мне решили усложнить. Жизнь, да? Ладно. Сами напросились. Так. Прибежали, прибежали, олухи. Этот попрыгун меня раздражает. Что-то там прыгает. Сам себя, короче, убил. Дуралей. Так, поехали далее. Посмотрим, что дальше будет. Чувствую я, в этой пещере будет, наверное, босс какой-нибудь. По идее, так должно быть. Не зря же мы все-таки сюда идем. И, как говорится, этот дух нас почему-то отправил сюда. Кстати, этот дух тоже очень странная личность. Может быть, это даже какой-нибудь враг. Он просит нас якобы помочь. Мы сейчас тут за него все это сделаем. Грязное дело. А он скажет. Ха, я там тебя... Типа, спасибо тебе большое, что высвободил меня. Теперь я тебя, типа, убью. И буду править миром. Что-то вот, типа, того, наверное, будет. Так, голубой гном. Вали-ка ты отсюда, а. Достал уже. Хочет там, как говорится, своим кортиком. Содануть меня. Ага. Так, ребят, опять бутылочка какая-то у нас. Вот. Мы получили с вами усиленную атаку. Все. Я теперь понял, откуда это у нас все берется дело. За всякие бутылочки, баночки, скляночки. Все, что мы собираем, как-то на нас отражается. Улучшить, естественно. Будем улучшаться с вами. Так, что взять? Может быть, вот такое сердечко, а? Давайте, наверное... Да, я думаю, что возьмем все-таки с вами большое черное сердце. Ну и, соответственно, у нас 7 рун. Давайте здесь вот так вот с вами изучим все. Во. Нормулька. Стартуем тогда. Ну что, еще один уровень проходим. И там уже у нас будет, наверное, босяра, я так думаю. Так, что у нас тут? Все хлеще и хлеще, да? Скорпионы. Ну, это ерунда для нас. Семечки. Разминка. Опять время ярости. Да что ж такое-то? Воу-воу-воу. Ах, ты смотри. Огном переросток стал лучником у нас, а? Они потихоньку у нас растут, значит, да? Ладно. Я надеюсь, дальше они не будут расти, а то уж как-то будет совсем неудобно с ними драться. Потому что если бы я хотя бы подрастал бы еще, тогда еще ладно. Так, двигаемся далее. Тупик. Не понял. Ага, скорпионы бегут. Ладно. Сейчас по-быльникам мы их разберем. Нас, наверное, не пускают, потому что мы здесь должны, да, всех победить, скорее всего. Куда ты прыгаешь, а? Гном. Бородавочник какой-то даже, я бы сказал. Весь в прыщах. Ага. Слушайте, а у меня что, только шлем будет отображаться? А доспехи, оружие, никакого ничего нового не будет. Получили свое? Блин, зря я, наверное, потратил на этих скорпионах-то. Я бы мог их и сам разбомбить. А может быть и не зря. Ух ты. Вторая волна пройдена. И вот отсчет времени у нас идет. Я так понимаю, наверное, чем больше волн мы пройдем за это время, тем лучше. Главное, что славу добываем. И это хорошо. Так, четвертая волна пройдена. И сколько их здесь вообще? Десять? Ну, че ты лезешь, а? Пятая пройдена. О-о-о. Не понял. Это... Это че за пасечник? Он че там делает? Смотрите, он какой-то ярый больно. Ого. И не так легко разбирается, причем. Да че он там бросает-то? Я не могу понять. Че за ловушки такие еще, а? Эй! Пасечник, блин. Ты посмотри, че он творит. Все, я ему сейчас задницу надеру один на один. Так, у меня очень мало здоровья. Практически нет, ребят. Я не знаю, как... Как мне вот тут... Так, Валькирия, давай быстрее. Нужен новый герой. Так, это кто у нас? Ага. Блин, ну тут мы уже без всего. Без усиления. Без шлема. Ну надо... Это что, у нас босс получается, так? Да нет, ребят, это у нас волна. Нифига себе, это только на пятой волне вот этот хмырь вышел. А что у нас там дальше будет, я не знаю. Да ты достал меня в свои ловушки уже подкидывать. Барахольщик, а? Чем-то он там бросается, не пойму я. Че-то вызывает, вызывает. У меня так лично нет никакой магии, да? Нет, одна есть. Это массовый урон, но... Если у меня даже он был бы сейчас этому, как мертвому припарка. Даже здоровица бы не отнял, нисколечко. Так, мне надо как-то быть поаккуратнее, потому что у меня вообще мало здоровья. Ай-яй-яй-яй-яй. Практически на пределе, ребята. Но у него тоже не очень много... Ах, есть еще? Да, последнее здесь надгробие. Давайте срочно брать. Ага. Девчуля. Так, сейчас добью, добью. Есть! О-о-о-о, сколько тут... Всяких баночек. Хе, новое достижение, моя прелесть. Действительно. Так, смотрите, у меня там плюс к здоровью, да? И еще что-то было. Это хорошо. Ну, вот он, наверное, момент истины. Ребят, давайте заходить и будем смотреть, что здесь и почем. Так. Ярл Редхук? Ярл Редхук? Это ты? О-о-о, ребят, у меня уже командочка такая собралась. Так, еще один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это тролль. Ох, сколько нас здесь, смотрите. Целый взвод. Ё-моё. Че так борзо-то? Так, подождите, ребят, нужно... Ай. Че нужно сделать-то? Как с ним совладать? Смотрите. Я че-то не врубился. А че он такое сделал-то? Взял моего персонажа, шваркнул. Так, будем с ним драться. Достал он меня. А если мы будем, ребят... Ага. По-моему, прокатывает, смотрите. Оп. И он промахивается. Ага. Дудки. Вот она, ребята. Элементарная тактика по пробиванию первого босса. Просто бьем ему по пяточкам и у ворот. И ничего сложного. Ну, правда, ковырять мы его будем до второго пришествия, я думаю. Так, че у меня там? Шлем появился? Даже не шлем, а какая-то шапочка, блин. Так, хорошо. Оп. То есть, я так понимаю, чем больше у нас славы, тем мы с вами крепче становимся. Тем у нас лучше броня. Так, тихонько. Здоровья у нас и так мало, поэтому надо быть предельно аккуратным. Опа. Ну, че там, по 31-45 мы отнимаем. Как-то хиленько, если честно. Но зато безопасно. Приналовчился, все, он теперь наш. Что, устал дедуля, а? Сейчас мы тебя немножко... Так, ребят, че-то он даже и не двигается. Отдышка у него. Так, вот простоял бы он так до конца, а? Стой, дедуля, стой, тролль. Да, босс такой первый. Легенький. Победа. Замечательно все. Воу-воу-воу-воу, нахапали, нахапали-то мы с вами славы. Будем славными воинами. Блин, жалко тут на время, да? Я бы так бы все бы пособирал бы. Но, к сожалению, не дают. Что успел, то твое, как говорится. Так, что у нас здесь дальше? Вот теперь все серьезно. Поохотимся на кого-нибудь посерьезнее, чем крохотный тролль. Нам надо попасть в лес. Я знаю подземный проход, который нас туда выведет. О, даже как. Тролль это, видите ли, мелочь? Улучшить. Так, а мы выйти можем? Так, смотрите, у нас тут появилось что-то новенькое. Железный клан, кланы. Ох ты! Железный клан, клан медведя, берсерк, ярл, воин. Опытные воины, благородные люди, воители и воительницы. Так, и что же я должен сделать? Как, например, выбрать клан? Ах ты! Нужно 20 молоточков, ребята, чтобы я смог открыть себе новые кланы. А у меня их всего 5. Да я понял, что у меня недостаточно славы. Блин, улучшить. Ну а здесь-то я могу? Могу. Так, давайте вот так вот изучим. И теперь наши основные характеристики. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте можно завершить обзор этой игры. Я надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите, как обычно, в комментариях. И тогда мы продолжим ее проходить. Будем дальше смотреть, что там будет нам открываться постепенно. Ну и, естественно, прокачиваться. И вообще, хотелось бы посмотреть, к чему приведет весь этот итог игры. Ну а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в новых видосиках. Всем пока, всем удачи. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok